Девушки отдыхают 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 в порядке. Хорошо? И желательно в передней части не касаться. Она также достаточно горячая. И мы когда-то с тобой обсуждали уже, что вот этот клей стоит 50 гривен. Вроде бы дороговато. Но посмотрите, сколько интересных вещей, которые пригодятся в доме, мы уже делали с помощью такого клея. Сегодня делаем вазу. Мы наносим на то место, где будет карандаш соприкасаться с нашей баночкой и плотно прижимаем. Желательно, чтобы карандашик стоял у нас ровно. Тогда все остальные карандашики у нас также станут ровно. Если мы сделаем чуть-чуть с наклоном, то все остальные также будут у нас наклонены. Оля сказала все остальные. Это значит, что вся эта ваза будет из карандашей? Да, эта ваза будет вся из разноцветных карандашей. Класс! И как это будет выглядеть? И после того, как мы прикрепим все наши карандаши к вазе, мы получим вот такой вот вариант. Слушай, это как будто какой-то веселый деревянный заборчик. Если говорить о стоимости вот такой шикарной вазы из карандашей, то либо это стоимость карандашей, которую мы купим, либо это бесплатно, если мы взяли карандаши, которые которые уже есть в доме. Здорово. Мне нравятся все твои идеи, поэтому я готова к новым сюрпризам. Следующий вариант – это у нас жестяные банки. Что мы делаем с ним? Мы ее будем декорировать с помощью текстиля. Высота нашей баночки 10 сантиметров. Для того, чтобы у нас остались зазоры, нам необходим кусочек ткани 12 сантиметров. Можно купить хлопок, ситец просто за где-то 30-40 гривен в метр. Наши 10 сантиметров 15 будет, соответственно, 3-5 гривен стоить. Можно использовать и наши старые вещи, которые у нас уже поизносились, и мы можем из них сделать вазу. Мы тоже измеряем нашу вазу. Окружность ее составляет 24 сантиметра. Также делаем зазор по 1 сантиметру с каждой стороны. Это будет 26 сантиметров нам необходимо. Ты прям так хорошо ровно режешь. Если вы все-таки взяли свою любимую юбку и хотите, чтобы ваза у вас получилась идеально, то лучше воспользуйтесь линейкой и мелком для того, чтобы сделать ровные линии. Нам необходим клей ПВА, который у нас всегда в обиходе. Мы наносим наш клей на нашу баночку. Что мы делаем дальше? Нам необходимо загнуть один край. И также нам надо подогнуть по бокам по 1 сантиметру, которые у нас были. Ну это как-то сложно, Ольчик. А, сперва подогнула вот этот один край, начала клеить, а потом уже... А затем, да, можно, если у вас получается сделать это в руках, делайте в руках. Если вам это трудно, то делайте прямо на баночке. И подворачиваем края. Мы сначала наносим немного клея, только чтобы зафиксировать в начале. А затем приподнимаем нашу ткань и уже смело наносим на всю банку. Для того, чтобы нанести равномерно, мы можем использовать кисточку. И вот теперь, промазав сантиметров 5-6, мы загибаем и аккуратно двигаемся вперед. Хочется попробовать. Пробелов вот не должно быть, да? Все сплошное. Да, мы кисточкой распределяем равномерно, чтобы ткань равномерно приклеилась. Сделав это по кругу, мы получим такой вариант. Красота! Мы взяли ленточку розового цвета, добавили бантик, и вот наша маленькая вазочка готова. Здорово, по-моему, получилось. Очень весело, правда? В этом варианте мы использовали маленькую жестяную баночку. Если мы будем использовать такую большую банку из-под детской каши, у нас получатся вот такие вазы. Здорово! А если вот получится, когда я буду ставить цветы, например, какие-то брызги попадут на ткань? Ваза не испортится. Клей ПВА, он достаточно хорошо приклеит нашу ткань к основе. Если она намокнет, она просто высохнет. А затратились всего на ткань и на баночку клея ПВА, которого, как мы уже знаем, нахватит очень надолго. Мы уже научились делать вазочки из обрезка в ткани, обычных цветных карандашей или старых леггинсов. Но у Оли Волковой есть еще секреты. Да, Оля? Да, есть еще один вариант, который я хочу вам рассказать. Вот смотри, у меня есть вот такая банка. Из нее можно сделать красивую вазочку? Конечно. Если после того, как вы закрыли клубничное варенье, у вас еще остались пустые баночки, мы сейчас сделаем из них вазы. Для этого нам необходимы бусинки. Вот мы взяли перламутровые, яркие бордовые и бирюзовые бусинки. Три цвета. Олечка, у меня бусинок дома нет, поэтому сразу говори, сколько это стоит и где купить. Пакетик таких бусинок стоит порядка 10 гривен. Это самые обычные пластиковые бусинки. Три варианта, то есть это где-то порядка 30 гривен у нас стоили эти бусинки. Затем нам необходима нитка, резинка. Ух ты, так это не обычная нитка? Нет, это нитка-резинка, она растягивается. Она нам будет удобной для того, чтобы мы могли обвязать нашу вазу. Эту нитку можно также использовать для того, чтобы сделать, к примеру, браслет. На нее можно нанизать бусинки, и это будет браслет на резинке. То есть хозяюшке пригодится. Сколько стоит моток такой нитки-резинки? Моток таких ниток стоит 10 гривен. Там у нас 3 метра. Так, уже получается вазочка 40 гривен. Вазочка немножко подороже, но у нас будет очень эффектно, очень красиво. Мы берем иголку и нанизываем на нее бусинки, чтобы у нас хватило на один круг вокруг нашей баночки. И первый раз мы берем и здесь завязываем на узелок. Первый этап наш готов. Так, и дальше? А затем все просто. Мы продолжаем нанизывать наши бусинки и продолжаем оборачивать вокруг баночки. Если бусинки немного провисают, мы можем воспользоваться клеем-пистолетом нашим. А где же взять нам такой клей-пистолет? Клей-пистолет мы можем купить либо в строительном магазине, либо в магазине для рукоделия. Там тоже они есть. И сколько он стоит? Он стоит от 25 до 60 гривен приблизительно его цена. Ну, не дешево. Но его можно использовать в разных целях дома, да? Конечно, да. Мы можем использовать его очень разнообразно, и мужчины могут его использовать в том числе. Очень нужная вещь. Клей-пистолет покупаем в обычном строительном магазине. Сделав несколько рядов на этой вазе, мы покроем ее полностью бусинками, и у нас получится вот такой вариант. Ну, это просто какой-то шедевр. Хоть на елку вешай такую вазу. Да, очень яркая, очень красивая, очень блестящая. Осталось только добавить цветов. Боже, да сюда даже свадебный букет можно ставить. Такой вазой точно можно украсить и свадебный стол. Ну, здорово, согласитесь. А мне понравилось и делать ее. Просто и быстро, в общем-то. Да, так что, мужчины, берегитесь. Сегодня вечером у ваших любимых женщин будет очень много дома ваз, и их надо чем-то запомнить. Спасибо тебе за эти прекрасные идеи. Итак, сегодня мы рассмотрели четыре варианта декора наших ваз. Один вариант – это леггинсы. Второй вариант – это карандаши цветные. Третий вариант – это текстиль. И четвертый вариант – это украшения бусинками. Но мне очень понравились буквально все варианты ваз, о которых ты сегодня рассказала. Хочется посмотреть, как вот в этой вазе будет наш букет выглядеть. Итак, набираем воду в наши вазы и освежаем наш интерьер. И все будет доброе. Спасибо тебе, Олечка. Сегодня мы научились делать вазочки буквально из всего, что под руку попадется в нашем доме. Попробуйте и вы, и у вас обязательно получится. Оставайтесь у меня в гостях. Впереди еще очень много интересного. Спасибо. 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 Спасибо.